Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы с вами отмечаем День Связи, так что поздравляем всех работников радио и телевидения в студии Екатерина Орлова. Михаил Кириллов, а еще у нас в студии гость замечательный Александр Чусовитин, радиоведущий. Здравствуйте! Здравствуйте! Поздравляем! Поздравляем! Спасибо! И, соответственно, я вас. О, спасибо! Да, спасибо! Напросились, напросились. Как это? Живите и процветайте, да? Стартрек! Отлично! Ну, сериал такой есть просто. Я понял. Да. Все, хорошо. Так, давайте все-таки к теме вашей, к радио. Про Стартрек мы успеем обсудить, конечно. Как будете отмечать? Я не буду слушать радио. О, это лучший подарок работнику. А вы его слушаете вообще? Вообще, честно говоря, мы как эти, сапожники без собок. И дома у меня музыка не звучит. У меня включен телевизор. А у вас наверняка наоборот. Да. У меня в машине радио. Вот, вот. Но музыку я слушаю периодически. У меня есть специально проигрыватель для виниловых пластинок. И вот я иногда наслаждаюсь. Но это бывает редко. Очень редко. Под настроением. Почему не слушаете радио? Профдеформация? Это было, это было. Это было много лет. Просто это очень давно. И, ну, конечно, просто уже все, но уже не можешь. Ну, как бы, когда-то ты учился. Когда-то тебе что-то надо было новое узнать, там, послушать конкурентов. Но потом со временем ты уже все, ты уже вырос, ты уже все прослушал. И, ну, в принципе, в этом колесе уже колеса не изобрести. Ну, неужели все стоит на месте? Разве не интересно посмотреть, что сейчас делают? Наверное, есть новые какие-то виния? Почему? Нет. Это все зависит от самой радиостанции. То есть внутри, внутри что-то происходит интересное всегда. Да. И, ну, у кого-то это происходит, у кого-то нет. Вот, допустим, где я сейчас работаю на радио 54, там это происходит. Так. Там интересный контент, там мы постоянно собираемся, делаем брендшторм, то есть что-то придумываем какие-то, там, игрушки какие-то, интерактивы со слушателями и так далее. То есть мы все время хотим что-то сделать новое, новое, новое. Постоянно экспериментируем. Не так, что вот запустили одну игрушку, и она все, она там, на полгода. Нет. Мы можем через неделю сделать другую. Хорошая команда, это, ну, у вас, я думаю, так же. Ну, да. Да. За исключением некоторых. Да, да. Как вообще попали на радио? О, это смешная история, я ее всем рассказываю. Ну, как смешная? Ну, я вообще не хотел работать на радио. Вот какая штука. Я был дежакеем. Я тоже не хотел работать на телевидении. У меня аналогично. У нас правило. Я чувствую, мы все по-принудительному здесь. Отдайте наши паспорта. Так вот, я работал тогда дежакеем. Не было слова диджей, мы были дискджокеем. Работал в клубе отдых. Легендарном клубе отдых. Вот, это был 96-й год. Вот. И мой коллега, диджей Иван Рудек, он сейчас в Москве проживает. В общем, устроился на радиостанцию работать. Вот. Европа плюс Новосибирск. Я даже его слушал в эфире. Ну, думаю, ну, ничего вроде, да, интересно. И тут у них объявление по радио, что набирают дикторов, чтобы рекламу читать. Угу. Вот. Я пришел, ну, мне говорят, что вроде как голос такой нормальный, все. Роскошный голос. Да, я записал рекламу, мне дали деньги, я сказал, о, класс, все, сука, я буду приезжать, все, мне эта работа нравится. Вот. В то время не было никаких радиошкол, ничего, где можно было бы вот научиться, да, собственно, либо работать на телевидении, либо на радио. Угу. А толку все равно потом вот такие выходят, так что там пользы никакой абсолютно. Вот. И мы тогда были ведущими, то есть мы были не просто диджакеем, мы были ведущими. То есть мы с микрофоном говорили, там, погасли свечи, мы начинаем наш вечер, там, значит, мы объявляли песни и так далее. Вот. И об этом, о том, что я диджакей, узнал главный редактор той радиостанции и пригласил меня. Поскольку народу не было, не было ведущих, он пригласил меня, может быть, попробуешь? Я говорю, ну, в принципе, ладно, можно попробовать. Тогда смены были по 6 часов, мы работали на табуретке, ну, обычно кухонная табуретка, нужно было под определенным углом говорить в микрофон. Мы ставили все с кассет, кассеты, если кто-то не знает такие вот, да, значит, музыку и рекламу. Прекрасно знаю, зря на меня смотрите, да даже карандашиком там вертело в специальном отверстии. Вот. И рекламу в том числе. То есть один ролик рекламный был на одной кассете. И нужно было менять быстро, чтобы в рекламном блоке несколько было роликов. Вот. 6 часов смена. Ну, представьте себе, да, какой этап. Это, то есть, записывается на определенный период времени или как? Или это прямой эфир? Нет, это прямой эфир. 6 часов прямой? 6 часов. На табуретке, вот, по определенному углу. Если ты будешь говорить в другую сторону, тебя не будет слышно. То есть потом выходишь вот так вот, да? Такие были условия, да. И потом на всю жизнь оно так и сохраняется. Это была маленькая комнатушка, примерно вот как мы здесь сидим, вот такая была комната. Вот. И все. Я сказал, нет, ребят, спасибо. Я попробовал. Нет. Возвращаясь в рекламный отдел, мне говорят, парень, ты засветил свой голос. До свидания. То есть тогда было жесткое условие, что нельзя было работающему в эфире ведущему, диджею, да, записывать рекламные ролики. Вот какая штука. А я все, я засветился, и мне пришлось сесть в эфир. Вот и все. Вот такая вот история. И как первый эфир у вас был? А теперь я и совмещаю. И рекламу читаю. Теперь можно, то есть. Теперь можно, да. 21 век. Классно. Так, как дальше происходили дела? Сразу понравилось? Сразу поняли, что это ваше. Ну вот, со второго раза, так скажем. А, собственно, это было мое хобби. Единственное, что, ну, конечно, не... Хобби 6 часов в прямом эфире. Непривычно говорить в микрофон, когда ты не видишь публику, да? А, да. Мы же привыкли, что мы видим людей. А тут надо было представлять, что кто-то тебя слушает. А нас действительно слушали, потому что в то время это была одна радиостанция, потом появилась еще одна. Ну, грубо говоря, их было три. Сейчас сколько, да? А тогда было три. Ведущих знали в лицо, узнавали по голосу. Там возле студии собирались там массы девушек-поклонниц там и так далее. Ну, в общем, да, были времена. Миша ждет, когда у него будут такие. Ну, а вы скажите, где вы работаете, и все. Да, я думаю, так понятно. Каждый день выходим на 49-м, я думаю, догадаются поклонники. А то есть, получается, в записи вообще не было эфиров, да? То есть вы не имели возможность послушать себя? Я записывал, просил, чтобы записывали мой эфир, слушал себя, голос мне... Ну, и перед девчонками хвастались, нечаянно включая. Мой не нравился мне. Почему? Как же? Вообще. Вообще. Я когда слушал, мне казалось, это какой-то кошмар. Это просто... Хотя, наверное, большинству людей как раз и не нравится почему-то свой голос. Ну, это поначалу, а потом нормально. А потом даже нравится? Нет, когда рекламу начал записывать, ну, там просто подстраиваешься. Я не знаю, можно говорить или нет, самый первый ролик рекламный, я его даже помню наизусть. Да, наверное, можно, сейчас же его нет. Я не знаю, там, значит, так... Ну, если что, потом вырежете. Да, хорошо. Автосип, новые поступления японских автомобилей. Там вот так... Боже, я же захотела купить. Это был самый первый рекламный ролик, который я прочитал. Попробуй тоже, Каня. Сейчас и хочется. Автосип, поступление новых автомобилей. Радиоведущий, пропитый алкоголик. Ну, разница налицо просто, не умеешь. Потом было очень много роликов, и был опыт озвучивания фильмов, мультфильмов, спектаклей и так далее. Но тогда все начиналось, тогда было интересно. Вот прям было интересно, на самом деле. И вот сейчас скажу такую вещь, не поверят люди, но нас не интересовали деньги. Нам было просто классно. Классно, что мы делаем что-то новое. Мы продвигали все это. И то есть это фраза не вашего директора, что вам деньги не нужны. Это действительно было... Абсолютно искренне. Нет, нам что-то платили, но это не было целью. Вот. Потом, соответственно, как это где-то кто-то сказал, я уже не помню, что когда ты просто начинаешь делать то, что тебе нравится, да, автоматически тебе приходят деньги. То есть если ты изначально идешь заниматься делом из-за денег, то ничего не получится. Ну да, 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 есть. Должна сначала быть любовь. Да, и так получилось. Собственно, нам потом начали платить, все нормально. То есть мы... О, нам платят? О, классно! То есть еще и деньги дают? Даже так бывает. А мы до сих пор до этого момента не дожили. Вот, к сожалению, да. Стараемся пока все. Но зато искренне любим свою работу. Расскажите, наверное, за долгий период времени, вы долго там уже работали, какие-то, может быть, интересные моменты, смешные ситуации в эфире. Курьезы. В прямом эфире-то это очень сложно работать. Очень сложно. Надо быть находчивым, надо быть позитивным, не терять мысль. А с утра это очень сложно. А я в основном утром работал. Причем непрерывно не терять мысль. Очень тяжело. То есть, знаете, кошмар утреннего ведущего, это когда ты просыпаешься, смотришь на часы и понимаешь, что проспал. А было такое? Ты начинаешь собираться и вдруг понимаешь, что сегодня суббота. Это счастье. Вот это счастье называется. Друзья, ну подробнее о счастье мы все-таки поговорим после небольшого информационного блока. Друзья, мы продолжаем наш разговор. Напоминаю, что мы всех поздравляем с Днем Связи. Друзья, поговорим о прямых эфирах. Страх для любого журналиста, для любого ведущего. Ваш первый прямой эфир, расскажите о нем. Как вы ходили, какие, может быть, курьезы были, ну не в первый, может быть, в последующие какие эфиры, смешные ситуации. Катя не волнуется, она, как всегда, немножко выпьет и все. Это нормально. Это моя тактика. Ну, главное, это записать текст. Ага. Вот. То есть у вас какой-то сценарий перед прямым эфиром? Шестичасовой текст, что ли, у вас? Нет, нет. Или как? Когда это программа, естественно, есть сценарий, да, ты вместе с соведущим, соведущей, вы вместе готовите накануне, все прописываете. То есть не так, как у нас сходили? У нас нет сценария. Нет, да, ну, значит нет. Тогда, ну, так вот, вышли и все, и вперед. А когда ты ведущий линейного эфира, тебе нужно объявлять композиции, выводить людей в эфир с поздравлениями, приветами и так далее. Ну, нужны какие-то заготовки. Пока играет музыка, ты что-то себе набрасываешь. И потом, соответственно, этим пользуешься. На авось никогда не получится. Даже самые профессионалы, я знал, знаю, я был в Москве на станциях, и я видел, как звезды, ну, та же, не знаю, Ксения Стриж, она готовится. То есть перед тем, как выйти в эфир, она что-то записывает себе. И все так делали. Вот, это самое главное. Ну, а какие заготовки? Обычно, когда включаешь радио, ну, просто ведущий что-то говорит, отличная погодка, друзья, или плохая погодка, друзья, и думаешь, о, ну, что, что-то... Перестай слушать маяк. Ну, то есть, да, как-то разнообразие не чувствуется. А вы как-то тоже стараетесь, чтобы были какие-то интересные вставки, что-то вот писать, придумывать, какие-то факты находить? Конечно, конечно. Для этого нужно иметь чувство юмора, ну, значит, каким-то образом кругозор расширять, вот, не знаю, что-то читать, смотреть, в общем. А вот, кстати, шутки заранее писались или нет? Да, шутки заранее придумываются. Хотя иногда бывает, ну, импровизация, но это редко, и это очень круто. Когда такое происходит, все прям вау, это, ну, да, это можно прям где-то записывать себе награду. Ну, а какие-то курьезные моменты, может быть, связанные с... Курьезные моменты, это, ну, так, я скажу, чего боится. Да, давайте начнем с этого. Это того, что он забудет выключить микрофон. А, и люди услышат все, что он думает о них на самом деле. Нет, ну, то, что он, ну, всякое ведь мы говорим за кадром, да. Да, да, да. Тут Катя-то его завыхеривает, тут, как скажет, тут полредакции уши вянут. Вот. Это тоже моя тактика. Это очень страшно, я вот всегда этого боялся, и первым делом, на что я обращал внимание, чтобы движки были убраны, да, когда ты вышел из эфира. И, значит, по поводу, по поводу, вот видите, все, потерял, да. Вот так, когда в эфире происходит, это страшно. И микрофон забыли выключить, и текст забыли, и все вместе. Ну, я вот дам совет всем, надо быть естественным. Забыл, так и скажи, да забыл. А, ну да, кстати, хорошая тартика. Вообще, вот, не выспался, так и скажи, не выспался. Люди это любят, они любят вот эту простоту. А это опять тот, который не высыпается. Это человечность, понимаете, а не то, что ты там будешь что-то там искать, какой-то искрометный выход там, шутки и так далее. Это, может быть, наоборот, боком выйдет. Будь естественным, скажи то, что на самом деле, ну, там, знаете, сегодня я что-то не очень как-то заболел, ну, давайте вместе будем настраиваться на ритм дня, давайте сейчас послушаем, что-нибудь такое заводное. Ну, как-то вот так. Вот это, мне не нравятся, знаете, вот эти ведущие, которые, доброе утро, друзья, сейчас у нас на лучшей музыкальной радиостанции, лучшей волне будет классная музыка, вас ждет, ну, что это такое? Это Кобзон, по-моему, сейчас был. Нет, Кобзон, это, Кобзон. Боже, это вы человек-оркестр. Да, да, еще Кузьмин можно, еще, что еще можно? Лишь, тут море, воздух свеж, там бродит ветер, моих надежд. Дуас пишет мой самый, там девочка, Симона, или вытвердет, Симона, девушка, моя мечта. Это вам даже радио не нужно. Королева красоты, что вы тут наилили? Да. Это Катя, что-то там опять навела себе. К вопросу, а наливать бывало ли, что вы для храбрости? Не для храбрости, а были эфиры, которые выходили в Новый год. А, ну там никак. Естественно, мы пили шампанское. Это нормально, мы прям открывали его, там, со звуком, все дела. Ну, а вот за все время работы, да, были же очень много интересных встреч. С кем удалось пообщаться, что запомнилось? Благодаря радиостанции я пообщался с такими людьми, с которыми бы я никогда в жизни не смог бы поговорить, там, не знаю, там, элементарно даже поговорить, потому что приходилось брать интервью и звонить по телефону людям в Москву, и, я не знаю, там, ну, сейчас буду называть имена, Армен Борисович Джигарханян, Ирина Алферова, значит, Владимир Машков, Виктор Иванович Косых, это тот, который играл в «Добро пожаловать или посторонний ход воспрещен», вот этого мальчика, да, Иночкина, а потом он еще играл в «Неломимых пстителях», а потом Жанна Фриске, почти все, со всеми с блестящими я поговорил, Сергей Жуков «Руки вверх», я не знаю, можно перечислять очень долго. Я бы ни за что, если бы не моя работа, не смог бы пообщаться с такими людьми. Это здорово, это прям, ну, такой вот опыт хороший. Ну, это один из плюсов, да, есть какие-то минусы в профессии? Минусы – это то, что я, учитывая, что я работал всегда утром, я не жаворонок, я сова стопроцентная. А во сколько при этом приходилось? То есть мне приходится каждое утро себя насиловать. Вот это просто жесть. А во сколько приходится вставать утреннему ведущему? Сейчас полшестого. Сейчас я снова работаю в утре, несмотря ни на что, с 8 до 11, радио 54, утро 54. Я, ну, я люблю свою работу. Я пошел на этот, вот я жертвую всем здоровьем, там, я не знаю, чем, ради просто любимого дела. А оно любимое, потому что, ну, нельзя с 96-го сколько там прошло? 24 сколько? 22. В общем, плохо я считаю, ладно. Много лет прошло? На радио это не обязательно. 24, все правильно. 24, да, сказал? Или 24. Неважно. Иначе невозможно. Ты только на любимой работе, так столько времени можешь работать. И то, что люди приходят к нам в студию, какие-то гости и так далее, они меня узнают и там, там, можно сфотографироваться там и так далее. Я понимаю, что я делаю свое дело правильно, то есть делал всегда и продолжаю его делать. И, ну, то есть я нужен. Спасибо вам, люди. Вот реально спасибо. Спасибо, люди. Это благодаря вам я столько лет работаю в эфире радио Новосибирского. А когда-нибудь хотели себя попробовать на телевидении? У нас как раз выгоняется бездарный ведущий, вакантное место будет. Как она самократично про себя. Мужского пола. И мне нужен хороший напарник. Ты мужчина? Мало кто знает. Он еще у нас и слабоумный, понимаете. Вы мне больше подходите как напарник. Приходите. Мало кто знает, я работал на телевидении. О, как интересно. Да. Я работал, сейчас этого канала нет, 12 канал был такой. Я там вел танцевальную пятерку, называлась программа. Это был хит-парад. Я показывал клипы и, конечно же, я что-то говорил перед ними. Клипы, песен, которые были популярны за прошедшую неделю в клубе отдых. Мы там находили где-то на пиратских кассетах эти клипы, значит, демонстрировали. Все это, конечно, не лицензия, все это было. Я был родоначальником музыкального телевидения в России, потому что и Муз-ТВ, и МТВ, они открылись намного позже. То есть не было такого вообще, в принципе, в России на тот момент. Вот так. Так, и понравился опыт такой? Мне очень понравилось, но это потом дело закрыли. В общем, не знаю почему, но я особо не сопротивлялся, от меня мало что зависело. Меня пригласили, я сделал, потом сказали, все, мы закрываем. Ну, ладно. Вот такой вопрос. Что делает, чем занимается радиоведущий, когда вот трек играет? По-разному. Либо, ну, сейчас компьютер все делает. Раньше ты искал другой диск, там, другую кассету. Сейчас все делает компьютер. Ну, как правило, если мы с ведущим, да, или с ведущей, то мы обсуждаем, что будем делать дальше. То есть какие-то такие моменты. А вот, если нечего обсуждать, можно пойти погулять. Можно, не знаю, там, ну, занимайся чем хочешь, на самом деле. Свободное время. Отвлекаться сильно не стоит, потому что можно, ну, реально пропустить, да. Молчание такое, да. Да, заиграет джингл, и потом пойдет подложка. Были такие случаи, кстати, да. Ну что ж, друзья, как видите, внутренняя обстановка на радио очень интересная. Слушайте радио и уважайте труд радиоведущих. Напоминаю, что у нас в гостях как раз и был радиоведущий Александр Чусовитин. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо еще раз. С праздником. С праздником.